А что случилось на самом деле? А случилось то, что, я думаю, что история эта скоро станет явной, а не тайной. Российская Федерация и ее спецслужбы приняли решающее участие в том, что Виктор Янукович покинул Украину. Я напомню, 20 февраля, когда Янукович был в Киеве, уже были отпечатаны медали за возвращение Крыма. Эти медали есть. В сети можно на них полюбоваться. На них отчеканина дата. 20 февраля 2014 года. А вы не допускаете, что это задним числом отчеканили? Нет. Они были отчеканины заранее. Есть все документы, когда они отчеканились, где отчеканились, каким тиражом, когда заказывались и когда были готовы. А дальше никто же не рассчитывал, что Янукович подпишет соглашение. А он подписал соглашение с оппозицией украинской и с министром иностранных дел Польши, Германии, по-моему, Франции. Как-то так. Грызлов, полномочный представитель президента России, не подписал это соглашение. На следующий день, после подписания соглашения, поскольку Россия торопилась, к Януковичу пришел человек, генерал армии, его чин, фамилию называть не буду, который был сотрудником украинских, а также российских спецслужб и сказал ему, «За вашу жизнь не дадим и копейки, немедленно надо вставать и уезжать, вас убьют». Поскольку Янукович был боязлив, он поднялся и убежал. Мне интересно, доступ к Януковичу у кого такой мог быть? Что? Если мы говорим про представителей российских и украинских спецслужб, у кого как не у тогдашнего главы СБУ мог быть такой прямой доступ к Януковичу, который мог бы ему на ухо это шепнуть? Это был не тогдашний руководитель украинских спецслужб. Повторяю, его чин генерал армии. Генерал армии. У нас генералов армии не так много. Ну, в принципе, догадаться не сложно. Нет, сложно, вы бы не догадались. Вам шепну после программы фамилию и имя. Он его спугнул. Он его спугнул и Янукович убежал. Этого было достаточно для того, чтобы запустить механизм крымского сценария. А дальше все просто. Украинская армия полностью ослаблена, потому что два последних министра обороны Украины были вообще гражданами России. Это невиданный факт. Лебеди Весоломатин. Два министра обороны граждане России. Армию они привели в полную негодность. Ее фактически не было. Уровень предательства спецслужб армии МВД на территории Крыма исчислялся 90 и так далее процентов. Кроме того, спецслужбы были развалены, потому что спецслужбами СБУ руководил гражданин России товарищ Якименко. Кроме того, среди руководства Украины были агенты Российской Федерации, которые поспособствовали сдаче, позорной сдаче Крыма. Я закончил. Продолжение следует...